Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я отвечу на несколько популярных вопросов о кабачках и тыквах. Вот мое кабачково-тыквенное царство. В этом году у меня кабачков и тыкв как никогда много. Я их люблю, ем много, они полезны для здоровья. И, кроме того, выполняют на участке ряд таких, ну, важных функциональных моментов. Они защищают почву от разрастания сорняков, а почва у меня, можно сказать, целинная, поэтому мне было очень-очень хорошо что-то такое посадить, чтобы притянить сорняки и не дать им разрастаться. Одни из моих любимейших кабачков желтые. Это по той причине, что они, кроме того, что вкусные, красивые, содержат значительное количество каротиноидов, из-за чего значительно их польза превышает пользу других сортов, белоокрашенных или зеленоокрашенных. И рекомендую вам в своем ассортименте сортов кабачка иметь, в том числе, желтоплодные сорта, тем более, что они весьма и весьма надежны. На сортах многих кабачков можно встретить вот такую вот окраску, вот такие вот белесые пятна. Вопреки многим консультациям различных блогеров, то, что можно найти в интернете, это не мучнистая роса, не переноспороз, это сортовая особенность кабачка. Вот такие вот кабачки у меня здесь есть с зеленой окраской. На самом деле сортов у меня много, я никогда не использую только один сорт, использую и белоплодные, и желтоплодные, и зеленоплодные, и полосатые, всевозможные разные. И совершенно не стоит бояться, если у ваших кабачков у каких-то из сортов появились вот такие пятна. Это абсолютно нормальная история. В лунках рядом с кабачками я частенько высаживаю фасоль. Вот это спаржевая фасоль с так называемым восковым бобом, с желтыми бобами. Фасоль является одним из замечательнейших партнеров, компонентов тыквы, кабачка, и уживаются они рядом очень и очень хорошо. Прореживание листьев кабачка позволяет также обеспечить солнцем, и фасоль эти мероприятия дополняют друг друга, и кабачки себя с фасолью чувствуют замечательно. В посадках кабачка и тыквы также можно посадить и вьющуюся фасоль. Она вьется на опоры, немножко притеняет кабачки и тыквы, но совсем несущественные, они не влияют отрицательно друг на друга. Напротив, существует даже такой особый способ выращивания кабачка с тыквой, фасолей и кукурузой, которая называется «три сестры», потому что они друг друга очень хорошо дополняют. Я обязательно расскажу об особенностях выращивания по методу «три сестры» в своих будущих выпусках. Многие любители тыквы также задают вопрос, а надо ли каким-то специальным образом переворачивать плоды для того, чтобы они созревали как следует. Если они, например, повернуты вверх ногами, то есть вниз вот этим вот хвостиком, надо ли их переворачивать? Ну, на самом деле оптимальное положение плодов тыквы вот именно такое, как здесь я вам показываю. Если ваша тыква лежит слишком на боку и у вас их не слишком много, вы можете пройтись по завязям, перевернуть их, то лучше всего, если она будет лежать хвостиком вверх немножечко в сторону, ну вот вверх, а вот этим вот окончанием плода вниз в землю. Многие любители тыквы также подкладывают дочечки под тыкву для того, чтобы плод не контактировал с почвой. Это правильно. Поэтому вот в таком случае плоды тыквы будут иметь наилучшее качество и будут очень хорошо храниться. Многие наши зрители также сталкиваются вот с подобными симптомами на листьях тыквы или кабачка. Надо сказать, что это не болезнь. Посмотрите, пожелтение, вот такой хлороз идет вдоль жилок. Иногда он может выглядеть как отдельные желтые точечки. Вот посмотрите, как вот здесь. Такие россыпи мелких точечек. Иногда они сливаются и формируется вот такой вот хлороз. Могу точно сказать, что это не болезнь. Этот симптом также встречается иногда на огурце. Это реакция на стресс. Вот посмотрите, вот на этом листике стресс начался. Вот здесь этот стресс был очень сильным. Вот на этом листочке, это следующий листочек, он продолжился. А вот этот следующий листочек уже стресса не было. Иногда эти симптомы даже приходящие и уходящие. Какой именно был стресс? Может быть была засуха, может быть жара, может быть похолодание какое-то резкое. Но на самом деле эти симптомы не опасны и какого-то специального вмешательства не требуют. Достаточно бывает обработать дрожжами, какими-то антистрессовыми препаратами. А можно вообще ничего не делать. Как видите, у меня все наладилось. То есть погода выправилась и все хорошо наладилось. Поэтому беспокоиться о таких симптомах не нужно. Еще один симптом на листьях, с которым, к сожалению, в последнее время сталкивается довольно большое количество наших зрителей. Это вот такие вот воронкообразные листочки. У тыквы, иногда у кабачка. Но чаще даже у тыквы. Меня спрашивают, конечно, что это такое, с чем это связано, что это за болезни, как это лечить. Могу вам точно сказать, что это реакция на снос гербицидных препаратов. Наверняка или вы, или соседи ваши обрабатывали свои участки, чаще всего газоны, какими-то гербицидными препаратами. И небольшой ветерок, даже в небольшой дозе, мог произвести снос таких препаратов для газонов на тыкву. Тыква дает плети, поэтому может попасть на небольшую часть плетей или на небольшое количество листьев, где-то с крайчика. Буквально пыль, вы даже не заметите, что она туда попала. А симптомы вот такие вот появятся. Ну, в принципе, это означает, что, конечно, растения попали в стрессовые ситуации, что на них попал гербицид, он их не убьет. В принципе, ситуация может выправиться сама по себе, но сделать какие-то укрепляющие обработки в виде некорневых подкормок микроэлементами, а также дрожжами, очень и очень будет неплохо. Вообще, будьте очень осторожны с гербицидными препаратами. Это все не так безобидно и не так безопасно, как иногда можно услышать в рекламе. Еще один неприятный симптом, с которым частенько приходится сталкиваться нашим зрителям, да и как видите мне, это вершинная гниль у кабачка. Да, вершинная гниль бывает не только у пасленовых, у томатов, перцев, баклажанов, но также и у кабачков. Вот плодик как бы делается морщинистый, понемножечку засыхает и с кончика начинает гнить. Конечно, такие завязи следует удалить. Что является причиной? Ну, во-первых, как и у томата, у различных сортов кабачка различная чувствительность вот к этому заболеванию, к этой вершине гнили кабачка. Причиной вот такой ситуации является, во-первых, недостаток кальция, точно так же, как и у томата. Поэтому все рекомендации для лечения вершины гнили у томата полностью подходят и для кабачка. Посмотрите на нашем канале, на канале Процветок, почитайте журнале Уржайные сотки. Все там хорошо изложено. Ну, а что касается еще кабачка, это также, ну и у тыквы такое бывает. Причиной также является избыточное азотное питание. Дело в том, что все знают, конечно, что тыквы, кабачки весьма-весьма отзывчивы на азотные подкормки, органические подкормки азотные и прочие. Ну и, конечно же, стараются кормить свои растения очень хорошо и тщательно. И вот некоторые сорта на избыточное азотное кормление реагируют подобным образом. В принципе, справиться с этим несложно. Достаточно просто прекратить азотные подкормки, либо провести, если это невозможно, в лунку заложили навоз, компост, то есть оттуда не изымешь. Провести хорошую подкормку фосфором, калием, кальцием. Можно просто в уксусе растворить золу и, в принципе, там калий, кальций будет. Можно растворить не в уксусе, а в фосфорной кислоте. На канале Процветок есть рецепт. И однократно подкормить ваши растения. И все у вас направится, все у вас будет с вашими кабачками в полном порядке. Также многие меня спрашивают, как же все-таки правильно собирать кабачки. Выкручивать их с грядки, вот от этой плодоножки, или все-таки отрезать ножницами. Ну, с точки зрения фитосанитарии могу сказать так, что правильнее их, конечно же, отрезать. Отрезать. Почему? Потому что ткани мацерируются и гораздо, гораздо лучше потом эта часть заживает. Ну, конечно, если кабачков очень много, с ножницами не находишься, люди просто их отрывают. Но с точки зрения фитосанитарии, минимизации вот этой раневой поверхности, кабачки лучше отрезать, оставляя, ну, небольшой такой, почти минимальный остаток вот от этой вот плодоножки. Уборку кабачков лучше всего делать в одежде с длинными рукавами, в штанах, чтобы ноги были закрыты и руки закрыты. Почему? Потому что листья очень сильно колючие и могут вызывать сильное раздражение кожи. Ну, уборку кабачков, конечно, лучше делать небольших. И такие кабачки можно употреблять даже с кожурой. Ну, а более взрослые кабачки кожуру можно почистить немного. И лучше всего употреблять их вместе с семечками, ведь в них содержится большое количество органически связанного цинка, который очень полезен для усвоения витамина А, для красоты кожи, волос. А также это очень хорошее такое мужское средство. Как видите, и мужчинам, и женщинам кабачки очень полезны. Что ж, такой вот небольшой экскурс в тыквенно-кабачковое царство. Помните, что и тыквы, и кабачки, как и огурцы, хорошо плодоносят, когда им хватает влаги. Мульчирование во многих случаях является хорошим приемом для того, чтобы сохранить влагу и создать хорошие почвенные условия для этих растений. О формировании плетей тыквы для получения больших урожаев смотрите в наших будущих выпусках. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!